Музыка Да Говорят в России Главная беда это урожай Так Беру интервью У всех участников Девчата попадете В ютуб Не не надо А ну ладно Не хотите не надо Только скажите Сколько ведер собрали А мы готовую сливу сегодня Три ведра вот сейчас перебрали А вы сейчас на сливе Ну все ладно Три ведра так три ведра Ну а главный козырь Это конечно То что здесь опять Андрей привет Начинай жаловаться Когда ты собирал Когда я тебя снимал Позавчера И чем кончилось Опять столько же Опять навалил Вон сколько Так А ты обещал записывать Я записываю все Ну а так Предварительно Сколько уже Десять По моему Десять люди Ну допустим Десять Мы до этого Два Собрали Получается Двенадцать Ё-моё Ну это твоих И мы Девчонки Два Ну видно Что здесь вот Что ты здесь Собирал Ох сколько Еще осталось Главное Вот ровненько Видно что здесь Чисто И ты начал По новому Да Тут еще Сколько Ведер Немерено Так что Интересно Да Еще падает Долго будет Вот на том Краю Где Солнце Поменьше Вон там Их еще Много Ну много Ага Вон они Под небом Вот Несколько Ведер Висит А в основном Они вот тут Боже мой Дети манджурцы Мы могли Большую страну Потомками Его Покрыть Что мешает Друзья Мешает То что Я сейчас Даже сяду И на эту тему Еще немного Поговорю Это ты По прежнему Манитоба Отделяешь Вот У меня к тебе Просьба будет Девчонки Репутают Собери Тут как раз Ведерка Собери Так что знаешь Ведро 100 рублей Для меня И подпиши Манитоба Ладно А то они Могут сюда Подсунуть Вон они Видишь Среди них Еще Амур Не Амур А Манджурцы А Ну Манджурцы О Еще на дереве Сколько В общем Я тебе доверяю Единственному Кто чисто Сработает Если у тебя Купят Косточку Манитоба Значит Будет Манитоба Так А я сейчас Всяду И кое-что Договорю Вот Тема Философская Я уже много Чего наснимал Толку-то С того Просмотров 300 500 200 Вот И Ну В принципе И люди Одни и Те же Явочки Я вас Не показываю Не показываю Вот Сейчас Кажется Не накрашены Поэтому Не показываю Вот Тогда Да Так Манджурцы Это Это Уже Это Уже Сергея Так Ну Что Сейчас Я Сяду И Может Будет Поговорить Так Куда Направить Это Как Сесть В какую Сторон Направить Сегодня Наверное В другую Вот Сюда Направим Вот Это Сплошная Спина С той Стороны Моего Помощника Андрея Ну Пусть Вот Так Будет Вот И Итак Что Мешает Вот Чтобы Вот Такие Урожаи Были По всей Стране Первое Это То Что Многие Даже Не пытаются Ну Например Кто Сомневается Что Морковку Можно Вырастить Вот Или Помидоры Пусть Даже Зеленые Ну Кто Мешает Пожалуйста Растим В южных Краях Может Даже На грядке Вызреть В северных Не Вызреть Но Все Равно И Зеленые Ход И тут Вот А с абрикосами Хуже А вот Наш Агроном Сказал У нас Расти Не будут А вот У нас Опытная Станция И там Там Уже Не просто Агрономы А специалисты То же самое Говорят У нас Расти Не будет Такой Прием Вообще Самый Подлый А Железово Якобы Есть Абрикосы Не Верьте Говорит Доктор Наук Пишет Главному Редактору Крупнейших Газет У меня Все Абрикосы Выпали Значит Если У меня Доктора Наук Значит Ловить Нечего Вот И Этот Сад Мифический Раньше Когда У меня Первые Успехи Были Плоды Были Сразу Очень Крупные И Выражайные Мне Люди Настолько Не верили Это Все Говорили Железов Покупает На рынке У Азиатов Нет Тогда Знаете Кто Привозил Азербайзанцев Устанавливать Азербайзанцев Покупает А потом Все Раскидывает По дереву Вот так Потом Фотографирует И статьи И это Было Вообщем Первое Это Полное Неверие Что Во многих Районах Они Могут Расти Я Приводил Пример Письмо Ростовская область В нашем районе Нет ни одного Абрикоса Я При всем Желании Найти не смог Вот Урал В нашем районе Нет ни одного Абрикоса Ну а дальше Уже ближе К этому Самому Балтийскому морю Тоже Ни одного Абрикоса Что есть То есть Тут же У моих Робкие попытки Тут же Ой Три-четыре года Пожалуйста Вот это Одна причина Я про это Много Рассказывал А Многие Доказательства Завтра Будет 196 Вебинар Вот 196 Вебинар И Еще Пару Тройку Свежих Примеров Сами Не верили И тут Раз В них Полно Абрикосов Просто Так Главное Это Второе Технологический Уже Пример Технологическая Причина Чем меньше Подходишь К абрикосу Тем больше Шансов Что он Будет Плодоносить Вот Все попытки Улучшить Абрикос Все попытки Ухаживать за ним Приводят К гибели У меня были Примеры Возьмет Посадит Абрикос А потом Вот до того Руки чешется А вот сейчас Я его окучу Как это Как картошка И все И пропало Один пример Доктор наук Пишет А люди Читают Сотни тысяч А уже Абрикос Плодоносит Потому что Есть такие приемы Дикие Страшные Даже Необъяснимые А вот Отступаем Два метра Полтора метра От штамба Роем Канаву Глубиной На штеклопад Роем Роем По всему Периметру То есть Круг Выкопали Вот Ну попутно Понятно Скалечили корни Вот А потом Знаете что Три варианта Доктор наук Полили Налили туда воды В эти канавы И закопали Так Мне начинает Сносить крышу Я начинаю Волноваться Кто из нас Сошел с ума Второй Также копаем Канаву Так Не просто Полили Закопали А Обрубили Все попавшиеся Корни Специально Обрубили Это называется Улучшение корней И закопали Так Искалечили Корни Это называется Улучшили И третий вариант Опять же Выкопали Эту канаву Насыпали туда Перегноя Плюс Минеральное удобрение И закопали А Проще Не подходить Дерево Никому в голову Не приходит А я же вам Показываю Вот это вот чудо Вот Сейчас правда Абрикосы Заканчиваются Сыпаться Видите Да и плохо видно Когда такое освещение Да Вот Вот За моей спиной Сами видите Что делается Представьте себе Абрикосу Скорая 40 лет И никто К нему не подходит Когда-то Сдуру Вон Плохо видно Отсюда Страшная рана В виде кольца Что есть То есть Вот Я был такой Как все Пытались Дурка сделать Но я Угробить его Не успел Полностью Только Искалечил И вот Получается Вторая Причина Это Как можно Меньше За ним Ухаживать Третья Его еще Посадить надо Я рассказывал Посадка Семечка Ни в коем случае Не Заглублять Эта семечка Эту косточку Оставание Штамба Вместе С этим Самым Вместе С Вместе С С Семидолями Оказывается Под землей Ну Знаешь Что такое Семидоли Это то Что в косточке Она потом Раскрывается Получается Две доли Что-то даже Чуть-чуть На листики Похоже Они должны быть Над землей Это Первое время Заменяет Семидоли Заменяет Питательное Вещество Это запас Это Кладовая Дает На первом Этапе Развиваться Ну И Это касается Семечка Что касается Саженца Корни Всегда Изувеченные Подпорченные Даже Если корни Из горшка Значит Обязательно Нужна При пересадке Обрезка Крова И Как ни странно Лучше Переборщить Чем Недоборщить Если корни Полноценные Не выкармливают Всю крону Они не могут А скажем Пол кроны Тогда шансы Иметь здоровое дерево Уже близки К идеалу Вот